Послужить Богу рукоделием. В Хабаровске проходят курсы для желающих освоить церковное вышивание. Об особенностях этого ремесла в сюжете наших коллег. Орнамент вам придется вышить, как работу самостоятельную. Как правильно установить подрамник и натянуть неподатливую атласную ткань. Вышивальщица Наталья Олейникова преподает первокурсницам основы церковной вышивки – золотое шитье. Вышивка золотой и серебряной нитью – очень древний вид рукоделия. Сегодня в Хабаровске золотошвейная мастерская одна при Иннокентьевском храме. Здесь же и проходят курсы орнаментального шитья. Такая плетена, знаете, полотняного переплетения. Это пойдет на подкладку под основную ткань. Преподаватель Наталья Олейникова занимается вышиванием около 8 лет. Впервые она вышила рушник для владыки Марка до 2008 года, возглавлявшего Преамурскую митрополию. Он же дал ей благословение на продолжение этой работы. Господь управил, я поехала на святую землю, взяла эту работу, положила ее на гроб Господень и попросила Господа, чтобы он сделал из меня вышивальщицу. После поездки Наталья закончила курсы церковной вышивки и золотого шитья при Оптиной пустыне в Санкт-Петербурге. Теперь преподает сама. Сегодня не только в Хабаровске, по всей России мастерит владеющих этой техникой единицы. Работа трудная и кропотливая. В Древней Руси золотым шитьем расшивали одежды церковнослужителей, позже – одежды царей и знати. Использовались настоящие золотые и серебряные нити. Но уже тогда этот вид вышивки считался самым трудным и требовал дополнительного образования. Если правильно нитки положены в шитье, она будет смотреться как настоящие иконы. Казалось бы, ну что, это плоское изображение, а видно плечико у Боговодицы, рубашечка со складочками видна. А ведь это просто нитка шелковая. И если ее правильно шить, вот работа, она вот так будет сидеть. Неправильная шита работа не дает такого эффекта. Курсы при Иннокентьевском храме продлятся шесть месяцев. Занятия один раз в неделю по восемь часов. За это время ученицы смогут овладеть техниками орнаментального шитья, такими как шитье шнурами, вышивка жемчугом, бисером, конетелию, золотом. По завершению занятий женщины смогут самостоятельно вышить закладку для напрестольного Евангелия. Сегодня средняя цена такого изделия, вышитого вручную, 25 тысяч рублей. Иконы, выполненные в такой же технике, в цене доходят до миллиона. Храмы самостоятельно покупать такие работы не могут, поэтому чаще всего мастерицы свои вышивки церквям дарят, либо преподносят как жертвенное приношение.